Всем привет, друзья! Меня зовут Алексей Столяров, и сегодня мы снимаем просто огромный, большой выпуск про важного человека, про Толю Сульянова. Есть какой-нибудь у тебя сейчас? Юсей. Который действительно вывел спорт на новый уровень в диджитал-пространстве, который создает огромные, просто крутые спортивные мероприятия, создает огромное количество YouTube-каналов, которые набирают миллионы просмотров. И хочется посмотреть, как этот человек живет, как он добился всего этого. Поэтому, ребятушки, приготовьтесь, потому что сегодня будет мегаинтересно на этого человека. Действительно стоит равняться. Сколько стоит один выпуск Hardcore? От 20 до 30 миллионов. Будет ли у тебя реальный бой? Нет. Да, вот в фитнес-блоге. У меня был доступ к 10 тысяч клиентов в банки. Уровень? Ну это UFC. Есть конференция какой-нибудь? UFC. О-о-о! Ни хера себе! Ну и если вы хотите увидеть, кто самый сильный из бойцов хардкора, обязательно напиши об этом комментарии. Нет, серьезно. А как собаку зовут? Дарт Анатольевич. Дарт Анатольевич? Да. Да я с вами... Я не буду открывать дверь. Дверь открыта, я знаю, что она должна быть закрыта. Ребята, собака закрыта. Все было хорошо в этой елке, пока они достали вот эту гирлянду. И пока мы с тобой можем сейчас понять. Не хватило. Конечно, нет. Тут лысо просто. Тут просто все лысо, братан. Иди сюда. Кто наряжал ее? Я. Ты? Толя, привет. Что тут началось? Толя, привет. Мы... Знаешь, ты у Дианы еще раньше вышел, чем ты. Да? Ты знаешь, родные. Привет, ребят. Толя, у нас есть первый вопрос. Давай. Сходу. Сходу. Кто такой Толя? Кто такой я-то имею в виду? Да, да, да. Мне сложно сказать, Леха. Это же обычно люди как-то со стороны смотрят и оставляют какие-то там свои оценочные суждения. Какие основные, например, реперные точки, которые прям сделали так, что ты прям это сделал, перевернул? Знаешь, Лех, здесь, наверное, все-таки такая совокупность факторов. Первое, это органичность восприятия, наверное, создаваемого контента. Когда ты встроен в индустрию, когда ты прошел всю эту историю с самых низов. Мы делали турниры 18 лет назад в подвалах бойцовских залов. Реально. Много спортсменов, ребят, которые сейчас стали суперзвездами. Вот мы когда-то начинали. Просто, видишь, это была такая история, когда еще глобально, наверное, не пришел YouTube. И когда такого диджитального восприятия и спроса вот на этот отложенный контент. Неградо смотришь что-то в прямом эфире, его не было. А так все-таки, ну, я не могу сказать, что мы стоим там у истоков, да. Хотя в свое время в казино Арбат, когда Берр делал бои, то есть мне там было... Никто об этом не знает. Мне там было, да, 18-19 лет. Мы занимались соорганизацией этих ивентов. Это одна составляющая успеха. Понимаешь, когда ты изнутри, когда ты прошел путь в 15-20 лет, когда у тебя есть экспертиза, тогда, наверное, ты как минимум имеешь право на то, чтобы сюда зайти. На то, чтобы сказать, вот я здесь всегда был, и я сейчас попробую. У нас было, нужно об этом говорить честно, колоссальное задело мне 15 лет маркетинговым агентством. У меня был доступ к 10 тысячам плюс клиентов, банки, нефтяные компании. Хардкор-медиа выдает неплохой профит для диджитал-площадок. Это, наверное, заслуга вот тех 10-15 лет наработок и возможности зайти, я не знаю, там, в компанию нефт-магистрали и сказать, Саш, надо. Но с рекламодателями я взял с первого дня работы на Ютьюбе одно правило. Я всегда стараюсь слышать обратную связь, и в 90% случаев обратная связь такая. Что с блогерами работать? Вот ты у него купил интеграцию, он нам сториз выставил, снял ее в выпуске. И все, зашло, не зашло. Ему вообще дела нет. По факту, да. Мы поменяли подход. Нам приходит условная компания, да даже та же нефт-магистрали. Мы говорим, ребят, вот нам нужен бюджет цифра X. Что для вас было бы хорошим, релевантным опытом, и что для вас стало бы, ну, условно, точкой выхода, на которую вы бы сказали, вау, это был классный кейс. Смятый лаунж, то же самое было. 20 тысяч регистраций, не знаю, 10 тысяч скачиваний приложений. И мы берем эти обязательства на себя. Ты прям берешь... И если за 8 условных, там, выкупил сессию выпусков, там, да, он не получил 10 тысяч регистраций, мы от себя докручиваем ему эту цифру. С тульским пряником было... С тульским пряником было именно так. Да, тульский пряник. И это стало самым крутым кейсом в истории компании «Объединенные кондитеры». А можно, чтобы тульский пряник перестал быть спонсором хардкор. Иначе у нас лица уже скоро перестанут помещаться в камеру. Я только вчера владельцу отправил. Со вкусом уважения. Это помнишь на ТНТ, когда тебя сделали пародию? На уважение, парни, на уважение двигаемся, ты вылочишься. Ну, смотри, я убрал, ну, не 6, 5700. 5, ну, 6. Убрал за 6 дней. А как ты это сделал-то? Первое. Так. Выключить всю соль и сахар. Вот прям жестко. Все. Прям жестко, все. Я предлагаю такую прогулку, там, тире пробежку по погоде по лесу. В любом случае нужно выгулять собаку. Эйрбайк. Окей. Тренировочку по грэплингу. Хорошее кардио. Бассейн, хамам на можжевельнике и дубовом венике. И потом завтрак. Окей. Чисто в 2 часа дня где-то в 3 будет. В 3. В 3? В 3. Кайф, погнали. Он вообще добрый парень. Нет, мы на дом не писали. Он добрый вроде парень. Ой, хвостик умиляет. А хвостик умиляет. Слушай, смотри, какая красота, да? Просто мега. То есть для меня лес, это такое место себе. Просто пойти продышаться, погулять. Как? Мы же с тобой договорились снимать такое. Идеальное утро. Идеальное утро. Идеальный день, Толя. Я тебе показываю, как бы я хотел, чтобы прошел мой идеальный день. Мое идеальное утро. Для меня сейчас прогрессом стало, я тебе честно скажу, засыпать в 2 часа ночи. А, да, это было как? В 4 часа. Я в какой-то момент себя поймал на мысли, что я забыл, когда последний раз елась керамическая посуда. А ты из контейнеров ты не представляешь? То есть завтрак я ем в машине, в автобусе, по дороге. Из контейнеров, где она с собой собирает. На обед и ужин он тоже собран там, где она из контейнеров. Слушай, а про твоего дедушку я читал просто в Википедии. В шоке, насколько реально был крутой, заслуженный человек. Он был летчиком-испытателем, с космонавтикой очень сильно связан. Как он сегодня, может, повлиял как-то на твое детство? Ты знаешь, здесь, наверное, факт самого примера подобного человека. Наверное, ты не так это осознаешь в детском возрасте, я могу сказать, за себя. Он очень добрый всегда. Очень любил внуков и очень тепло к нам относился. Для меня всегда это было ворваться к нему в кабинет, залезть в его этот летный костюм. На истребителях же они летают в этих летных костюмах. Скафандры ты где-то, одень скафандр, одень скафандр и хуй. Для меня, конечно, он был больше, в первую очередь, такой энтертейнмент. А сколько ты обычно начинаешь работать? Слушай, Лёх, знаешь, взял такое очень крутое правило и всем его советую. Проснулся, 20 минут ты не берешь в руки телефон. Окей. То есть обычно ты же там с одним глазом открываешь телефон, у тебя там 150 сообщений. Да, да, ты пытаешься. Какие-то нервяки, выпуск не вышел, сука. И ты же слышишь, у тебя такой настрой уже, знаешь, жить не хочется. Да, да. 20 минут просто ты откладываешь телефон в сторону, ты идешь в душ, полтора литра теплой водички с лимончиком за 20 минут за эти выпиваешь, умылся, побрился. То есть ты настроил себя уже на рабочий день, ты понимаешь, да, что все не бывает идеально. Ты по-другому воспринимаешь какие-то проблемы, сложности, которые к тебе приходят извне. Ты же берешь телефон, говоришь, ну, сейчас я все разгребу. Садишься на аирбайк, ножки поехали. Да, и пошел спокойно разбирать. Да, 30 минут ты разобрал там первый какой-то такой анклав дел и вперед. Я предлагаю чуть-чуть прогресса. Чуть-чуть, Лёх. Чуть-чуть, хорошо. Просто быстрый шаг. Я сам ненавижу бед, но чуть-чуть ускоримся. Хорошо. Просто согреться. И быстрее дома отхожусь. Да. И быстрее дома отхожусь. Париуски поплыли. И они постоянно тут тусуются. А здесь есть суперуски. А вот такое. Не замерзает, да? Да. Не замерзало. Так, ну что, наш марафончик закончился. Легкая прогулочка по лесу. Мы чуть-чуть разогрелись. Легкая. Пойдем в задчик наверх. Друзья, дико извиняюсь, что прерываем этот безумно интересный ролик. Но у меня для вас действительно важная информация. До 4 миллионов подписчиков осталось всего 90 тысяч. Вы видите, как мы действительно совершенствуем свой контент. Делаем невероятные коллаборации, например, как эта. Поэтому давайте сделаем каналу подарок на Новый год. И мне лично. И добьем 4 миллиона подписчиков. Если вы по каким-то причинам смотрите этот канал без подписки. И у вас до сих пор красная кнопка. Сделайте ее, пожалуйста, серой. Для вас это ничего не значит. А для меня сбудется мечта. 4 миллиона подписчиков. Все, не смею вас больше отвлекать. Продолжайте смотреть этот нереальный ролик. Короче, был я у ребят на свадьбе. И могу сказать, что это была одна из самых душевных церемоний. Серьезная. Поэтому Толя хочет задать клевый вопросик про девушек. Что ты больше всего ценишь девушке и женщине? Честность, верность, преданность, красота. Наверное, наверное, умение создать домашний уют. Сколько ты раз уже собрался искать? Три раза. В чем уникальность твоего проекта, что ты не только онлайн собираешь людей, но еще и опытные? Наверное, в первую очередь, это некий кластер аудитории, который следует за брендом. Второй, это, безусловно, фактор матчмейтинга. А третий, наверное, это вакуум на рынке, как бы там это ни звучало по отношению к нашим коллегам. Сколько стоит один выпуск Hardcore? Я тебе могу сказать, сколько стоит сет выпусков Hardcore? Давай, сколько? Это 6 выпусков? 7? 4. 4. От 20 до 30 миллионов. Я думаю, дешевле. Что самое дорогое? 30 миллионов? 20? Гонорары. Гонорары. В первую очередь, потом продажи. Слушай, какой сейчас самый сильный боец сейчас по кулачке? Ну, сложно сказать. Ну, топ-3, хорошо. Я все люблю вот эти вопросики, которые, ну, хоть топ-3, топ-4. Сослан Азбаров, Мухаммад Калмыков, если мы говорим про любого Hardcore, но если мы опираемся на действующих чемпионов, то, наверное, Тимур Слачин. Любой выход за выпуск Эпик, он везде. Вся желтая пресса, вся инста, все паблики, все тиктоки. Слушай, я в какой-то момент понял, что такие персонажи типа... Руки базуки. Да, да. Перкало. Типа рук базук. Рома Золотова говорит. Типа, знаешь, вот этих вот Берчиков там и все истории, но они реально заслуживают свою лигу. И он сейчас выходит, получилось круто. Он сейчас будет выходить на федеральном телевидении со следующего года. Получилось-то. Ну, серьезно, реально, будто скайпи-факет дошел до федерального ТВ. Сколько у тебя в среднем за месяц просмотров суммарно со всех каналов? Ну, под 100. Под 100 плюс. Слушай, а у вас есть такая история, что вы иногда думаете, как за счет пиара сделать, так бы, больше чем интереснее? Постоянно. Да? Конечно. Ну, смотри, Лех, зачастую очень прямолинейно, но тем не менее, понимая запросы аудитории, вот все эти драки на конференции. Какие-то нам кипиши в октагоне, еще что-то ребята уже продюсируют сами. Последние несколько месяцев Диана и муж выпусков начинают драться. Я просто так разворачиваюсь и надхожу куда-то, встаю у каната и вот жду, как оно все само закончится. Ну, ты за два года, наверное, в шоке, вот тут постоянно. Уже такое. Постоянно. Нет, перед насыщением происходит, конечно. Просто думаешь, блядь, как это возможно? Есть конкурент хоть какой-нибудь у тебя сейчас? Юси. А как ты относишься к хейту? Лех, вообще никак. Ты знаешь, что в целом в социуме, в обществе стало очень много хейта. И обрати внимание, что, ну вот даже по контенту, кто сейчас с чем заходит на YouTube? Это фэш. Ну, либо, да, либо совсем откровенная такая трэш-культура черная, либо все же сейчас не про создание какого-то нового контентного кластера, а все сейчас про как кого-то разобрать и говном облить. Ну, для этого же много ума не надо. Ну, конечно, критиковать не стоит. Да, и креатива. И, к сожалению, пока это находит все-таки определенные такие отголоски у аудитории. Сколько ты считаешь, что тебе денег надо, чтобы тебе тоже начали купить музыку? Лех, да нет, здесь же вопрос в, наверное, каких-то самореализации и амбициях, которые ты ставишь перед собой. Деньги это безусловные, нет, это не бумажки, это безусловные перила успеха. Ну, когда у тебя есть семья, ну, надо больше денег, дом побольше, зал побольше, денег побольше. Вопрос же возможностей помочь другим больше. А по факту ты же должен все-таки в первую очередь говорить о какой-то профессиональной цивилизации, какие цели ты себе ставишь. Их не всегда можно измерить к юбилизации компании. Смотрите, у меня этот зал, просто он полностью садаптирован к нам под мои тренировки. У меня утром 20 минут эрбайка, минимум 60 резистанс идет. Потом у меня шадоу-ворк на резине. 2-3 раунда, 2-3 раунда грэпны. 150-200 раунда, условно-интервально, интервально, да. 150-200 раунда? И 2 по 5 с минутным перерывом, Леша. Работа на мешках, работа на вот этом чуваке черном. Я в свое время его подарил спайлер Андерсон Силман, чемпион UFC. Этот тренажер, он оказывает тебе постоянное сопротивление. То есть, даже если ты его перелет, условно, контролируешь, он тебя все равно в обратную сторону выталкивает, резонирует. То есть, грубо говоря, ты не ладжишься. Тебе нужно постоянно смещаться по нему, Леха. Постоянно смещаться. Слушай, а будет ли у тебя реальный бой? Лех, мне 38 лет. Я знаю. Продюсерство. Я слышу. Послушай, но если будет большая история, реально большая глобальная история, интересная история, то тогда да. Леха, если ты хочешь побороться... Да, я хочу сказать, это же вообще пушка. ...побороться. Ну, во-первых, я бы не рекомендовал, наверное, здесь бороться со стойкой, ну, потому что можно куда-то улететь. Вот с колен можно побороться чуть-чуть. Вот, почти. Почти. Все, 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 все. Как ты это делаешь? Джужджитсу. Прикинь. Алексей победит. Он просто как удар такой. Держал, 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 я думаю, все. Да. Да, что ты меня сюда? Давай, давай. Просто, боже. Да, просто, боже, он двигается, капец. Просто, ааа, локоть мой. Да, вот он, фитнес-блогер, спортсмен-покоритель Эверест Алексей Селёвов. Замутил? Кого? Селёв. Там разминка, сказал Толька. Разминка? Да, была разминка. Пойдем, пойдем. Я сейчас умру нахрен. Я сейчас умру, Толь. Пойдем. Толь, я сейчас умру, рот. Пойдем. Пойдем. Нет. Здорово, кобой. Все, нет, сейчас. Смотрю, стучу, стучу. Сейчас будет. Раз. Все. Просто. Скоро в студию, Лёв? Да. Друзья, вот сейчас где-то между тренировкой и баней. Можно я вставлю свои такие меркантильные 5 копеек? Давай, давай. 25 декабря. На ЦСКА-арене. Очередной турнир хардкор боксинг. Нереальный праздник спорта. Берите ваших друзей, коллег. Детей всех. Детей в обязательном порядке. Смените ваши ежегодные кремлевские елки и щелкунчики на классный спортивный ивент. Всех вошлем, а мы погнали парить Лёвку. Ссылка в описании, ребята. Банка сухая. Здесь массажный кабинет. Тут что сейчас видишь, бардак. Я зател реконструкцию, вижу всякие из цельного камня, там эти самые. Готовную раковину. Короче, здесь все будет обшито таким дугом. И здесь святая святых. Хамам? Хамамчик. Да. Берем эвкалиптовый венечек. Вкусно, пах. Для здоровья. Ты нацепь покатаешься, да? Да. Вот тебе что-то потом. Вот эти, и ты встаешь. Да, я мелко подаю кладку, проваливаю сзади в пятку. И вот на уши, да. Потому что это на 35 кг серф, он даже тебя на противоположных 5 несет нормально. Ну вот сейчас он относится к нему. А тебе противоположные сносит, да? А? Противоположные сносит. Да. Ну, здесь ты сам по себе. Вверху мукеану нет 20 минут, мы гуру на уровне водопада, не двигаясь с места. А ты хочешь еще пить? Очень. Очень? Да, что или так же? Двух дочек. Это ты хочешь еще детей, хочешь еще двух дочек. Мне кажется, что семья это самое главное. Ну, типа, прям вот самое. А вот теперь внимание. Я просто жалею, что вот этот аромат аудитории не передать. Да, именно. У меня есть одна слабость, но это молочка, которое не усваивается. Это вот, знаешь, моя такая главная боль, Лёх. И что, ты пьешь, пофиг, да, тебе? Не, наоборот, такой пиздос придет через час. Ну, я не могу. Ну, я не могу. Овощи, клетчаточка. И вырываемся. Ты про охоту спрашивал? Леопарда, по-моему, антилопу гнул и носорога. Слава богу, земли нет. Ну, ахуеть достижение, ну, честно. Ну, вот поехал, убил красивейших зверюк. И собронированные машины с пятью егерями на М-16, которые у тебя на крыше стоят. И с автоматическим пулеметом. Если хочешь отдать там какое-то дань уважения предкам, возьми там лук, арбалет, иди охотиться, ищи этих оленей по лесам. Все знают, как вы познакомились, что Толя бегал с Дианычем очень долго, на протяжении полугода ставил лук. Нормально вы тут пообщались. Это новая версия. Я понял. Ну, реально, что первое зацепило Диане? Человек очень энергетический, а для меня это важно. И какая-то такая теплота. Ты тачку покажешь свою? Да. Катальчик, ты сколько, через полтора месяцев дарил? Да. Это какой-то уникальный кейс в моей жизни. Ну, наверное, ты должен как минимум думать о человеке. Вот ты перевез девчонку за город. Ей же на чем-то нужно ездить на работу. На учебу передвигаться к родным, к близким. Ко мне, в конце концов. Ну, она же моя женщина. Моя. Я чуть-чуть любился, и моя девушка Диана еще переехала жить ко мне. Ей нужно каждый день отсюда, из загорода ездить в город. Но сегодня я решил сделать ей небольшой сюрприз. А, кто выбирал локацию для свадьбы? Как вы это сделали? Ну, это, наверное, один из лучших дней. Он был непросто. Я помню, что в туристы неделя до свадьбы ничего не готова. Так, а так и было. Ну, вопрос. Мы были в свадебном путешествии по поводу свадьбы, которая... Да, которая еще не случилась. Тоже было очень сложно по поводу локации, потому что когда встал вопрос о Москве и Подмосковье, это был уже сентябрь. Мы начали, когда смотреть площадки, любые варианты, которые вообще существуют, все занято, и нам говорят, ну, вот вилла Микетти. По-моему, считается, что это одна из самых дорогих площадок вообще, которые есть. Ну, вот в Подмосковье, потому что, ну, слушай, это замок. В этой жизни реально получается, что каждый человек, кто достоин, он получает то, что он заслуживает. Ну, к сожалению, не всегда лег. Диана, там, простречавшись со мной буквально полгода, по поводу одного из наших, там, даже товарища, Влада, там, да, молодой, красивый, симпатичный, богатый, классный, добрый, светлый парень. Типа вообще топов за топов. Да, ну вот, есть свои колебания в личной жизни. Я, пройдя путь, колоссальное количество ошибок, разрушенной семьи, алкоголя, наркотиков, блуда, гуляния. Все-таки мы выходцы из клубной индустрии, и какой эпохи, конца 90-х, 2000-х годов, да, и всю эту синтетику, все это прошли, через себя там пропустили. Это самое страшное, что может произойти с каждым из вас в жизни. Советы три фильма или три книги, которые ты вот в реальном советуешь посмотреть, книгечку. Ну, книги тоже нужно диверсифицировать. Лех, понимаешь, художественный теракт. Какое он употребил слова. Как относишься к Амирану и в каких-то с ним отношениях? Ни в каких. Когда мы с ним встречались в США, и он стоял, сжал мне руку, улыбался и общался со мной. И почему-то вопрос про те комментарии, которые я ему писал, когда он уезжал в США, он задал не в точке общения вот здесь, а решил, как он это любит делать, задать в публичном пространстве. По-моему, на Твиче вся эта история была для своей аудитории. Ну, слушай, его право. Историю пытался, блядь, переписать того, кто все это начал, и что, оказывается, он мне, блядь, подкинул эту идею. Дизайн придумал Толя, он сказал, что хочет покрасить мне тачку в серый. Я говорю, класс, будет две серые тачки. Две серые тачки, это Толя, на тачку GT. Вот, и красную полоску, он такой, давай добавим, будет клево, круто. Диану Чу задали вопрос, почему слева только у Поршиков, слева ключ? Диана не ответила, я не ответила. Напишите в комментариях, почему у Порши слева ключ, у всех других машин справа. И что, слышишь, Диан? Да. Какие у тебя были первые эмоции, когда тебе Толя подарил эту машину? Я вообще не поверила, честно. Когда только разговор зашел о машинах, он пришел, что ты какую хочешь. Я говорю, ну, нравится у нее колеса, если есть, хоро, он едет. Он такой, ну вот, там типа такая или такая. Говорит, ну, мне нравится Порши. Знаешь, ты типа, просто в теории мне нравится. И когда мы вернулись из Пскова, только вернулись, он говорит, у меня для тебя есть подарки. Что такое? Я выхожу, а там стоит эта машина, и я такая, ого. У меня нет слов. В смысле нет слов? Садись за руль, тебе на работу ехать. Если что, пишите Диане, как за полтора месяца получить такую машину? Покупайте гайд. Получайте гайд, называется Дианыч, 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 как получить Порши? Лев, лес показали, дом показали, зал показали, бассейн, баню, машина, завтраком накормили. Надо и поработать чуть-чуть теперь. Согласен? Но, дорогие подписчики Алексея Столярова, я все-таки разгружаюсь сегодня полдня. Рассчитывал, что у нас будет реальная тренировка, реальное кардио. Вот прям все будет реально. Мне сейчас бежать за машиной твоей? Да, давай, все. Итак, мы приехали на съемочку Hardcore. Это Алена, помощница Толя. Здесь суперзанятой человек. Масштабненько, как всегда. Как масштабненько. Ну что вы, а? Добрался до нас наконец. Максим Евгеньевич. Добрался до нас наконец-то. Добрался? Смотри. Макс, раз, два, три. Чехлы, все твое. Я сейчас переводчиком португальскому языку для вашего чемпиона работаю. Человек, друг, соведущий вечный Hardcore. Бро, пару вопросиков. Каково работать с Толей? Так много времени сниматься. Каково это? Слушай, ну, мне намного легче, чем в команде Hardcore. Почему? Вот честно. Он довольно строгий. Да, это правда. И прям их иногда так хорошо. Мне с ним нравится работать, потому что... Ты растешь с ним? Расту с ним, да. Я беру с него некий пример, да, то есть по построению речи, по грамотности и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле с ним работать довольно легко. С бойцов? Ты стал с ведущим, грубо говоря, да? Слушай, человек спорта был. Каково это? Бойцом-то не был особо никогда. Я же занимался пауэрлифтингом, а выскочил подраться. Это так было, знаешь, бабки нужны были. Когда ЦСКА реально собирать стали? Вот что за эмоции были? Короче, рассказывай. Мы, короче, стоим перед тем, как нас вызывает ринг-анонсер Олег. Я думаю, ну, типа, читая комментарии в интернете, я думаю, с чем? Просто он объявит наши фамилии, и нас начнут отзвистывать. Я прям стою такой, менжуясь, и он, как бы, назвать наши фамилии, люди начинают аплодировать, такие, типа, о-о-о, и я такой, о-о-о, нифига, прикольно, и сразу так, знаешь, вот прям сразу отпустило. Мы вылезли, я еще такой, привет, Москва, и они, пшшшш, и все, и меня прям отпустило, прям я сразу как-то так спокойно. Ну ты красавчик, вырос реально в такого топа ведущего-соведущего, реально большой. Красавчик, это красавчик, это красавчик. Приветствую вас, люди хардкора, это HFC ММА. Место, где зарождаются новые звезды смешанных единоборств. Сегодня вас ожидает один из самых профессиональных кардов боев за последнее время. Тагир в голубых шортах, парень, на мой взгляд, это боец уровня топ-10 UFC весовой до 70 кг. То есть это один из самых ярких, таких, воспитанных кардкором проспектов. Ну за него прям, прям типа болит душа. Последний действующий чемпион. Классный боец, уже один раз защитил пояс, потому что Тагир заболел, перенос, и все как в спорте. И вот сейчас в мейн-эвен. Тагир очень сильно удивил, они бьются за чемпионский пояс кардкора. Мы вовремя приехали. Мы приехали, в принципе, на лучший бой. Если задержитесь еще, посмотрите бой. Мы подписали бойца UFC Алькантаро, да, который будет биться за чемпионский пояс весовой категории до 84 кг. Бойцом клуба прайсов Максима Евгеньевича. Большой окей. Саш, Саш, эмоции иди снимай, не сам стойно, Самира, иди, иди. Стоит и смотри, иди снимай, ёптэ. Все пизды раздали. Вот, 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 понимаешь? Охуеть. Вот так и создаем наши мини-шедевры. Сегодня выставили несколько прикольных новых ракурсов. Один тыловой, спускали коптер. Еще, знаешь, с таким глобальным фронтальным пролетом, прям на таком набреющем. Да, очень круто, я думаю, получится, но посмотрим, как это будет в выпуске. Вот видишь, вот эту историю налета, когда у тебя есть большой фронт, хороший по медиафасаду, по экранам. Это прям, прям работает классно. Он краном руководит, да, видишь? Ладно, краном руководит, вот, это все, транс, транс, транс. А здесь работа звукооператора. У нас кипит, смотри. Контра сама себя не сыграет, да, братан? Контра сама себя не сыграет, красавчик. Главное, чтобы звук работал. Видео. Блядь, все ебошат и просто звукачиваешь, контра ебашь. Чего больше смотрят? Кулачку. Ты знаешь, раньше кулачку, сейчас прям ровно в ровно. И ММА кулачку. А бокс? Бокс чуть меньше. Для Ютуба, видишь, это не столь зрелищный формат, мало нокаутов. Но мы сейчас многое меняем очень в боксе. Мы ставим более жесткие перчатки, более жесткий регламент ведения боя. И там сейчас, со следующей сессии, прям сильно уровень подрастет. И зрелищность, и в том числе. С любым контентом надо работать. Слушай, мы на боксе собрали меньше, чем за полгода полмиллиона подписчиков, Леша. Давай, конечно, старт! Стар, старт! Знакомы с моей женой? Да, конечно, половину выпуска с ней было. А, да, точно. Извините, я опять ем. Лех, смотри, ты знаешь, это такая на самом деле большая работа в долгую. Когда мы начинали первые гран-при, и когда там другие YouTube промоушены, начинавшие параллельно с нами, говорили, ну вот мы купим звезд Амирана, мы сейчас соберем рейтинги. И делаем то же самое. Да, 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 и мы сделаем вот то же самое. Я пошел немножко по другому пути. Я объявил всероссийское гран-при, битву за миллион рублей. Я объявил всероссийское гран-при по ММА, по боксу. И мы строим свой ростер, свою закрытую спортивную экосистему. И вот это, это наши ребята, которые выросли здесь вместе с нами. И да, нужно подождать полгода-год, но вот они, новые звезды. И уровень боев, ну, это UFC. Тебе любой из бойцов хардкора это скажет. Это другая галактика. Мы, конечно, очень рады. Это за два года группу берется в постановку. У ММА за полтора. За полтора. Чисто такой стартап, как будто бы, блядь, а как будто бы не стартап. Ты посмотри на это, мужик. Он весь в кровище. Скажи, пожалуйста, сколько примерно людей задействовано, чтобы организовать... Ну, вот я человек-блогер, который 8 лет занимает контент. Я ни у кого из блогеров и на YouTube-проектах вообще не видел такого масштаба. Сколько примерно людей? Павильонная съемка больше 180 человек. 180 человек. А стадионная более полутора тысяч человек персонала. Ну, это моя там... Которая обслуживает, да, 12 тысяч на арену. 12 тысяч на арену. Как? Блядь, как? Откуда ты набрала тебя? Ну, просто чисто интересно. Лех, в планерке, видишь, мы не доехали просто до офиса, до моего. Да, да, потому что ты где-то нище всего. Я тебя в любом случае приглашаю. Будешь снимать ребят, бойцов хардкора, кто самый сильный в хардкоре. Толь обещал. Толь обещал. Да, да. Кстати, заезжай в офис, там поговоришь с ребятами, пообщаешься. У нас офис прям вот как Google. У нас кафешки, кальяны, студии для подкастов, зона для игр. Даже сейчас строим свой бойцовский зал внутри для офиса, для ребят. У нас работа сейчас в компании больше 80 человек. Кто такой Толис Ульянов через 5 лет? Ну, давай пусть сейчас все посмеются. Все же 2,5 года назад смеялись, когда я говорил, что хардкор будет на главных аренах не страны, а мира. Так, так, так. И вот 25 декабря мы в очередной раз на ЦСКА арене и в федеральном эфире. А 18 марта мы в Дубай World Trade Center на одной из крупнейших арен города с хардкор боксингом. Давай через 5 лет это капитализация хардкор медиа в... 2 миллиарда. Миллиард долларов. Миллиард долларов. Это покрытие более чем 50 стран плюс по... А сейчас сколько? По вещанию. Слушай, у нас хороший процент просмотров из Соединенных Штатов Америки, из Мексики, из Бразилии. Глобально, ну, наверное, 20 стран плюс. Но знаешь, что радует? Вот я был сейчас на международном форуме, на IBA. Узнают все. Когда нас приглашают спикерами на международные форумы, где там 140 стран, то говорить о планах по экспансии. Ну, 50 стран плюс будет точно. Сейчас, условно, в кейсе там 20 стран плюс. Еще Дазн у нас закупает контент. UFC Fight Pass контент мы не продали дешево. Захотели дешево. Так бы они захотели дешево. UFC Fight Pass я не согласился. Не будет с нашим. Так бы дистрибуция. Смешные цифры, правда. По-моему, около 20 тысяч долларов за выпуск. И да, да. Ну, неинтересно. И там условия очередности выхода выпусков, вперед Ютуба. А, ну, они эксклюзивщик хотели забрать? Да, мы не пошли на эту историю. Так бы дистрибуция была 100 стран плюс уже сейчас у Hardcore Media. А как личность ты? Как личность? Ну да, вот как личность. Счастливый отец троих детей. Хорошо. Это самое главное. Бро, ну... Поверь, это самое главное. Я это понимаю, так как у меня всего год дочки. Я понимаю, что все вот это вот огромное, это все не совсем так важно, когда ты приходишь. Просто тебя ждет маленький ребенок. Это очень круто. Ну, вот я только недавно тут давал интриус. У меня спрашивали, вот, типа, говорят, вот вы говорите там, Ксения. Вот кто еще может действительно развивать спорт в нашей стране? Я говорю, слушай, Сунатолий Сульянов, больше никто. Он говорит, почему? Я говорю, ну, потому что ты работаешь с аудиторией, я говорю, они чувствуют молодежь и все остальное. И делают действительно огромное мероприятие на огромное количество людей. Поэтому дай какой-нибудь совет нашим подписчикам, пожалуйста. Вот просто совет, как мега мудрый человек, потому что я тебя безумно уважаю. Я считаю очень мудрым и умным человеком. Меня же засмущал, Леха. Ну, серьезно. Хотя, поверь, это сложно сделать. Не бойтесь совершать ошибки. В выборе сделать и совершить ошибку или не сделать и не совершить, выбор однозначен. Сделать и совершить ошибку. Любая ошибка – это большой фундамент, большой плацдарм, который через 10 лет тебя всегда нагонит. Творите. Не бойтесь творить. Не бойтесь творить. И делайте мечтать. Мечтать обязательно. Мечтать важнее, чем творить, Леха. Мечтать – это самое важное. Вот я считаю, мечтатели – это самые прогрессивные люди, которые мечтают, которые что-то вот думают, на которые ты смотришь, думаешь, господи, это ненормально абсолютно человек. 25-го числа на ЦСКА-арене хардкор боксинг, друзья. Ссылка в описании. Нереальный праздник спорта. Пожалуйста, приходите. Россия, США, чемпионы Северной Америки, чемпионы Барнакла бросили вызов нашим бойцам, поэтому Леша бывает у нас на стадионах, он знает, что это такое. Чуваки, я могу сказать одно. Мы вас ждем. Когда ты приходишь на стадион к Толе, ты не уходишь оттуда без эмоций. Ты прививаешь людям, которым вообще невозможно, мне кажется, было привить единоборство. Ты мега-мужик. Спасибо тебе, Громко. Тебе спасибо, Леха. Просто спасибо тебе, Громко. Реально. Ты максимально крутой. Ребят, на все соцсети обязательно хардкора, Толины, Дианыча. Главное хардкора. Ребят, на Дианыча обязательно подпишитесь, пожалуйста. Мне кажется, Дианыча прямо покидайте. Дианыча, смотрите, даже здесь. Дианыча – это тот человек, который живет со мной и дома, и на работе, который до 4 утра мы здесь будем сегодня снимать. Будет приносить теплый чай. Дианыч говорит, ты устал? Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Говорит, за кофе съешь это. Встретить такого человека, как Дианыча, я желаю каждому в жизни. Блядь, вот это самое крутое нахрен пожелание. Можно и заканчивать.